Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект ХайТек в студии Андрей Виноградов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня контролируем организм и вводим вместе с рыбами. Алкотестеры и глюкометры больше не понадобятся, их заменят бионосимые гаджеты. Медицинская компания Эббот заявила о создании Линго. Это технологии для специальных устройств, которые могут постоянно контролировать ряд показателей организма человека и сообщать о любых обнаруженных нарушениях. Носимые устройства, которые измеряют частоту сердечных сокращений, дыхания и даже насыщение крови кислородом, уже широко доступны. Теперь на очереди гаджеты для измерения количества глюкозы в крови, мониторящие молочную кислоту, кетоны и, возможно, алкоголь. Это будет как окно в наше тело. Это наука, к которой мы будем иметь доступ постоянно, чтобы лучше понимать, что говорит нам наше тело и что ему нужно, сообщил генеральный директор компании Роберт Форд. В компании рассказали, что спортсмены уже используют модифицированную версию устройства для оптимизации приема пищи перед тренировкой или соревнованиями. Технология позволит лучше управлять сном, весом и уровнем энергии в течение дня. Немецкие авто будут менять цвет. На выставке Consumer Electronics Show 2022 в Лас-Вегасе BMW представила свой новый электромобиль iXM60, который может менять цвет кузова. Секрет таких метаморфоз в электронных чернилах. В пресс-релизе автопроизводителя говорится, мы предлагаем уникальную технологию, которая использует цифровые технологии для адаптации внешнего вида автомобиля к различным ситуациям и индивидуальным пожеланиям. Поверхность немецкого электрокара с электронными чернилами может менять свой оттенок по желанию водителя. Выглядит это весьма эффектно. Любопытно, на какой цвет надо будет указывать в техпаспорте такого авто. Собаки могут различать разные языки. В этом уверены венгерские исследователи. Они провели эксперимент, в ходе которого проигрывали животным отрывки из сказки «Маленький принц» на разных языках и изучали реакцию их мозга. Исследованием руководила Лаура Куая из университета Этваса Лоранда в Будапеште. Несколько лет назад переехала в Венгрию из Мексики и привезла с собой собаку кун-кун. Учёному было любопытно узнать, замечал ли кун-кун разницу между испанским языком куая и венгерским, на котором говорят на улицах Будапешта. В ходе эксперимента кун-кун и ещё 17 собак были обучены лежать в сканере мозга в течение нескольких минут. Это позволило исследователям сравнить, как их мозг реагировал на привычную им речь и на незнакомый язык. Учёные обнаружили разные модели активности в первичной слуховой коре головного мозга собак, что указывает на то, что они могут различать языки. Это исследование впервые продемонстрировало способность нечеловеческого мозга различать языки. Сухопутные рыбы. Такое бывает в Израиле. Там учёные из университета Бен-Гуриона обнаружили, что золотые рыбки способны ориентироваться на суше. Для этого рыбку научили водить в собственный транспорт. Рыбка передвигается вот на таком рыбоходе, сокращенно ФОВ. Технология дистанционного зондирования с помощью импульсного лазерного света собирает данные о местоположении этого транспортного средства и о положении рыбы в аквариуме. Компьютер обрабатывает данные, а камера, электродвигатели и омниколёса позволяют рыбке контролировать направление движения. Удивительно, но рыбам не требуется много времени, чтобы научиться управлять транспортным средством. Сначала они сбиты с толку и не понимают, что происходит, но очень быстро находят взаимосвязь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова